Наверное, стоит рассказать о том, как выбрать микроволновую печь. Про то, как она устроена, почему она использует именно ту частоту, которую используют, как её использовать не по назначению, как развивалась конструкторская мысль, я, наверное, расскажу когда-нибудь потом. Сегодня я рассказываю именно про то, как её выбирать. Универсальное правило выбора бытовой техники с микроволновками отлично работает. Если перед вами две одинаковые микроволновки, и вы не знаете, какую из них взять, берите ту, которая тяжелее, потому что нельзя просто так уменьшить массу микроволновой печи без последствий. А за счёт чего масса может уменьшиться? За счёт того, что металл используется более тонкий, в трансформаторе вместо медных обмоток используются алюминиевые. В частности, вот, например, вот эта микроволновая печь стала легче за счёт того, что взяли нормальный магнетрон, вот у него 6 ребер охлаждения. А зачем нам 6 ребер? А давайте выкинем, останется 4. Соответственно, когда они зарастают пылью и грязью, гораздо быстрее наступает момент, когда он перегревается и выходит из строя. Поэтому если у нас есть их две одинаковые, берём ту, которая тяжелее. Покрытие камеры. Я посмотрел, что там народ в интернете пишет, и, похоже, маркетологи добрались до всех. Значит, что нужно понимать? Есть нержавеющая сталь. Она практичная, она долговечная, она прям... Но она дорогая. Поэтому все остальные покрытия камеры – это способ сделать, как нержавеющая сталь, только дешевле. И, соответственно, есть два основных покрытия-альтернативы. Это горячая эмаль и холодная эмаль. Горячая эмаль – это вот то, что пишут биокерамическое. Это обычное керамическое покрытие. Вот помните советские эмалированные кружки, чайники и посудок-кастрюльки? Вот это то же самое. Это тонкий слой стекла, наплавленный на поверхность. То, что говорят, что оно марается меньше, да нет, просто оно темно, на нем грязь не так заметна. Покрытие хорошо работает, но оно боится ударов. Соответственно, можно неострожным движением поставить скол. И вот в этом месте скола как раз начнется коррозия. Ну и самый дешевый вид покрытия, самый распространенный – это холодная эмаль. По сути, краска. Вот здесь вот она как раз стилизована под горячую эмаль, под керамическое покрытие. К сожалению, холодная эмаль, она не сильно долговечна. И микроволновые печи, к сожалению, заканчивают свой срок службы за счет того, что она вот где-то вот здесь вот сверху начинает облазить. И ржавые такие пятна появляются. Того, глядишь, отвалится кусок, упадет в суп. В общем, бывали случаи, когда стекало и вот в этом месте проржавело насквозь. В общем, нужно понимать. Краска самая недолговечная. Нержавеющая сталь самая дорогая, самая долговечная, самая практичная, самая хорошая. Керамическое покрытие, ну, ни то ни сё. Гриль. Тут я хочу сказать, он вам не нужен. Чаще всего грилем пользуются два раза. Первый раз купили микроволновку, о, круто, есть гриль, можно пожарить бутерброды. Второй раз гриль включают, о, так есть же гриль, можно пожарить бутерброды. Потом нюхают, чем пахнет немытый гриль и об этой функции забывают. Потому что микроволновки, когда что-то разогревают, это всё равно покрывается изнутри слоем грязи и жира. И когда включаете гриль, всё, что было на гриле, начинает гореть и, соответственно, пахнуть. Поэтому гриль – это, на мой взгляд, совершенно избыточная функция микроволновой печи, за которую переплачивать не стоит. Минеральное стекло. Обратите внимание, вот это вот стекло на некоторых микроволновых печах – это оргстекло, то есть пластик. На некоторых это минеральное стекло, такое же, как оконное. Так вот, предпочтительнее именно минеральное стекло, поскольку оно более устойчиво к царапинам и сохраняет прозрачность длительное время. Отличить их можно, если пальчиком нажать и посмотреть на отражение. Пластик под давлением сильно прогибается. Минеральное стекло, если давить пальцем, практически не гнётся. Инверторы. Микроволновые печи высокое напряжение получают при помощи вот этого трансформатора. Он большой и громоздкий. И инверторные печи используют уже импульсный блок питания, маленький трансформатор, система обратной связи. И они легче. Вот это, кстати говоря, исключение из первого правила выбора. Но что стоит сказать про инверторные печи? Да, использование инвертора позволяет решить некоторые проблемы. Более плавная регулировка мощности готовки. Но всё начисто перечёркивает, если посмотреть стоимость ремонта такой микроволновой печи. Если вот эти трансформаторы, в принципе, они примерно у всех одинаковые, стандартные. При выходе в строй это всё дело можно поменять. То у инверторных печей всё своё. Соответственно, ремонт инверторной печи может быть настолько дорогим, что проще купить новую, а не ремонтировать старую. Система управления. У микроволновых печей системы управления бывают двух типов. Это электромеханическая вот такая вот с двумя крутилочками с таймером. И электронная. Ну, электронная, соответственно, бывает вот с такими тактовыми кнопками. А бывает вот с плёночной клавиатурой или с сенсором. Тут важно понимать, что такая сенсорная панель или плёночная клавиатура, она удобна в плане гигиены. То есть её легко мыть. В остальном гораздо более практична и долговечна именно вот классическая электромеханическая система. Дело в том, что производитель, когда делает вот эту переднюю панель, там дизайнер рисует вот эти ручки, переднюю панель. Но вот этот механизм более-менее берётся типовой. И, соответственно, когда он выходит из строя, всегда можно подобрать какую-то замену. Вот у этих же под каждую модель делается свой блок, своя панель. И, соответственно, если выходит из строя вот такая плёночная клавиатура, то всё, пиши пропало, заменять нечем. Если выходит из строя вот тактовая кнопка или вот этот вот энкодер, это, в принципе, можно отремонтировать. Но, в принципе, мой выбор – это классическое электромеханическое управление. Да, так как здесь простой таймер, здесь нельзя поймать секунды. Хотя, в принципе, какая разница – 5 секунд греть или 10. И здесь нет таких функций, как там отложенный старт или ещё что-то. Но, честно говоря, если вы в микроволновке просто разогреваете и размораживаете мясо, то такого управления вам будет достаточно. Слюда. Если посмотреть внимательно внутрь микроволновки, то можно увидеть, что вот здесь вот есть окошечко, закрытое кусочком слюды. У некоторых моделей, которые без гриля, вместо слюды может использоваться пластик. Так вот, предпочтительнее именно слюда, потому что рано или поздно всё равно в этом месте произойдёт проблема. И вот здесь вот видите, что происходит. Жир на стенках, он копится, копится, стекает, пропитывает вот это вот слюдяное окошко. И в определённый момент происходит обугливание. Уголь хорошо проводит электрический ток. В этом месте начинают по нарастающей развиваться феерические пиротехнические эффекты. Микроволновка начинает искрить. Может прогореть колпачок магнетрона. Вот в этот момент надо выключить и заменить слюду. Для этого берётся вот... Она продаётся вот в таких листах. Берём ножницы, вырезаем точно такое же окошко и ставим на место. Так вот, если там внутри используется пластиковая крышечка специальная под размер, то её, если она прогорит или выйдет из строя, придётся выкинуть и делать всё равно слюду. Потому что точно такую же пластиковую крышечку найти будет проблематично. Дальше избегайте хрома, декоративного хрома. Когда вот здесь вот на кнопочках, на ручечках и прочее есть вот окрашенный в массе пластик, вот, например, вот белый. Бывает окрашенный в массе пластик, например, красный и сверху покрытый красной краской. А бывает пластик белый покрытый, например, вот такой вот серебристой краской или пластик покрытый декоративным хромом. Так вот, эти покрытия со временем всё равно начинают облазить и выглядит это отвратительно. Поэтому, если хочется, чтобы оно радовало глаз достаточно длительное время, выбирайте наиболее практичные в этом плане материалы передней панели. То есть, пластик окрашенный в массе. Это, наверное, все, что мне пришло в голову спонтанно рассказать. Эти правила, они не предназначены для того, чтобы найти идеальную микроволновую печь. К сожалению, такой нет. Они помогут вам выбрать вот раз модель есть, два модель. И вот эту или вот эту. Вот тогда вспоминайте, что я рассказал и делайте выбор. Меня бесполезно в комментариях спрашивать про то, какую микроволновую печь выбрать. Потому что я не занимаюсь их продажами. И производители мне за рекламу не заносят. Поэтому я вот рассказываю то, что знаю. А дальше уже решать вам. А на этом, наверное, все. Я надеюсь, когда-нибудь я сделаю большой материал про историю микроволновых печей. А там довольно много чего есть интересного и занятного. О том, какое влияние японцы оказали со своими металлокерамическими магнетронами. Нейтронами, что они внесли в конструкцию. Вот, кстати говоря, поворотный столик – это их изобретение. До этого использовался сверху диссектор. Про то, какие были микроволновые печи в Советском Союзе. Про то, как развивалась конструкторская мысль. Но об этом когда-нибудь потом. А на этом все. С вами был инженер Павел Серков. Мы были в мастерской фабриста. До новых встреч.